Первый гость сегодняшнего эфира, к нам подключается Юлия Латынина. Юлия, здравствуйте. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Начать, позвольте, с вопроса про этот самый Бахмут, о котором говорим уже многократно, многие, даже скорее не недели, а месяцы, обсуждаются бои за Бахмут. Мы видим видеокадры, которые публикуют Пригожин и его подчиненные, постоянно с места сражений за Бахмут. Сегодня Институт изучения войны сообщает о том, что, кажется, подошли к критической точке и вот-вот в ближайшие, если не часы, то дни Бахмут захвачен российскими войсками все-таки будет. Хочется сначала спросить у вас, как человек, который очень следит и много разговаривает, в том числе с людьми информированными, с людьми, которые являются и военными экспертами, и украинскими чиновниками, что будет означать для Украины, прежде всего, ситуация с захватом Бахмута российскими войсками? Имеет ли это какое-то ключевое значение? И что в дальнейшем будет происходить после этого захвата, если он все-таки состоится? Ну, первый вопрос, когда состоится и состоится ли, потому что ваша покорная слуга сама ровно неделю написала, что Бахмут будет вот-вот захвачен. По-моему, нет, даже больше не действие. Это произошло после того, как подорвали в СССР последний мост, который вел Бахмут, и вывели регулярные части и вывели силы СССР. О, это то же самое тогда говорил Руслан Левиев, это говорили многие мои многочисленные информанты. Мы все вместе ошиблись, как известно. В общем, я сразу увлекаюсь. А мост построили заново, то есть не мост, а там украинцам поставили довольно много разных мостов, которые очень быстро перекидываются через разные речушки. Вот один из них несколько, как даже я понимаю, таких поставили. Что же касается силы СССР, что было очень характерным признаком, очень походило на север Донецк, потому что в север Донецке в свое время тоже была такая же история. Как только силы СССР вошли в город и регулярные части его оставили, стало сразу ясно, что на самом деле СССР будет просто прикрывать отход, причем может это делать довольно долго, потому что, ну, как практически, ну, очень, очень трудноуловимые люди, которые буквально парами перемещаются в городе и много могут неприятностей наделать против. Но тут выяснилось, что есть ключевая разница все-таки в север Донецком. Одна из них, небольшая ключевая разница заключается в связи. Как я понимаю, связь в Бахмуте очень плохая, и прежде всего у российских частей. Там даже не совсем понятно, чья рэп действует, наверное, все вместе, но тем не менее украинская связь значительно лучше российской, вы сами понимаете, что из этого следует. Вторая вещь, тоже ключевая, заключается в том, что в север Донецке еще не было точной, высокоточной западной артиллерии, то есть, точнее, она только-только начала пребывать. Собственно, смысл битвы в север Донецке был задержать все российские войска, пока не начнет эта артиллерия появляться в больших количествах на фронте. Ее в любом случае боялись тогда привезти в Лисичанск, то есть она очень плохо доставала север Донецка, она била в других местах. И, соответственно, жутко извиняюсь, у меня кто-то там, видимо, из бэк-офиса все время шуршит, он не поставил это дело на тихое, и поэтому у меня в ушах все время слышно, как что кто-то ворочается. Так вот, а в Бахмуте, вернее в Бахмуте, а в Часов-Яре такая артиллерия есть, и, соответственно, она наводится силами ССО, и, соответственно, она накрывает любых людей, которые появляются на открытых местах в Бахмуте. Правда, надо сказать, что в Бахмуте летает очень много российской авиации, ее, как правило, не успевают сбить, вот недавнее сбитие исключения, потому что просто настолько небольшой участок фронта, что просто успевает ССО пронестись, не успевает ПЗРК взвестись. Так вот, это я все к тому, что ключевым вопросом, насколько я понимаю, в оставлении Бахмута чисто техническим, мы сейчас не будем говорить, потом обязательно должны сказать о более общих, о гораздо более важных соображениях, ключевым вопросом было просто соотношение потерь, потому что вся идея Бахмута – это перемалывать наступающие российские войска, пока другие украинские войска готовятся к наступлению. И, соответственно, не задействовать резервы. А одна из главных идей с российской стороны – это заставить украинцев задействовать те резервы, которые иначе рано или поздно будут использованы в наступлении. Мы как раз видели, извините, в добавок к тому, что вы сказали, вот сегодня мы видели заявление представителя Британии в ОБСЕ, которое говорит о том, что Россия потеряла порядка 30 тысяч ранеными и убитыми именно в попытках штурма Бахмута. Я как раз в догонку к тому, что вы уже упомянули, хочу у вас и для себя, и для наших зрителей задать уточняющий вопрос, для чего такие потери, такой ценой российская армия пытается Бахмут взять? Действительно, как-то критически важен для них, потому что не считаются, вы абсолютно правы, но в таких масштабах с жизнями собственных солдат, что это прямо удивительно даже по меркам путинской армии. Так это ж не российская армия, это ж Вагнер, в этом это всё и дело. Российская армия, собственно, что ключевое произошло в Бахмуте, и вот я много раз и с Алексеем Арестовичем, и с Романом Светаном обсуждала, есть ли в этом история, что именно сейчас на наших глазах произошло, это было специально заманивание в ловушку, или это было просто быстрое руководство на поле боя и принятие решений. Если честно, думаю, что, скорее всего, даже второе. Потому что произошло следующее, когда стало казаться, что ВСО оставляют Бахмут, Пригожин понял, что это его звёздный чанс, сорванул вперёд, а Герасимов поглядел на карту и отстал. И сейчас Пригожин в Бахмуте берёт на себя, ну, собственно, и до этого, главную часть боёв, и, соответственно, Герасимов смотрит, как Пригожина переваривают. Пригожин кричит криком, там, типа, мне не дают снарядов, нам завидуют и так далее, и так далее. И получается, что такая всем выгодная история, потому что, с одной стороны, ВСО перемалывают Пригожина, а с другой стороны, я думаю, что Герасимов в этот момент говорит мне чашечку кофе. А вот это во-первых. А вот произошло ли это специально или случайно, оно, судя по всему, скорее всего, я подчёркиваю, скорее всего, произошло по той простой причине, что в Бахмуте непосредственно на месте руководят войсками как Сырский, который за эту неделю буквально раз пять туда приезжал, так и начальник сил специальных операций. То есть вот как они увидели, что Пригожин туда забежал, они сказали, а так, погодите, мы из этой тряпки ещё не всё, ещё не всё выжили из этого жмыха, что можно было выжить. Давайте немножечко задержимся и посмотрим, чего будет. Ещё раз повторяю, первое, никаких стратегических последствий оставления Бахмута для себя, для Украины не несёт, потому что главная стратегическая задача, в которую сейчас сыграет Украина, это чтобы выдохлось российское наступление, и чтобы за это время успели переформатироваться и подготовиться украинские войска для наступления. Соответственно, это можно делать в Бахмуте, это можно делать всё в другом месте. Естественно, странно наступать в тот момент, когда твой противник наступает, потому что оборона — это и есть перемалывание войск противника, это и есть подготовка таким образом к наступлению. Пока медведь насаживается на рогатину, извините за пример, то прокатину можно убирать только в одном случае, если она сломается. Вот сказалось, чтобы рогатина в Бахмуте сломалась, ничего страшного, поставили бы в другом месте. Но оказалось, что рогатина в Бахмуте держит, а поскольку решения принимались буквально на лету, решения принимались не как у динозавра российского, где, значит, голову уже отсекли, а хвост в Москве ещё не знает, что произошло, или наоборот, то было принято решение, что давайте ещё немножечко из этого места нацедим. Соответственно, ещё раз повторяю, вот это две вещи, которые, мне кажется, следует запомнить. Первое. А никакой... Ну, то есть, конечно, будет российская пропаганда, когда или если Бахмут возьмут, но, скорее всего, когда раздувать. Вот мы, наконец, взяли... Ну, слушайте, хотели Киев взять за три дня, взяли Бахмут, возьмут Бахмут. Если возьмут за сколько там... По-моему, это с мая началась более или менее стрельба по Бахмуту. Или, по-моему, с августа начались непосредственно штурм. Ну, как-то не сильно впечатляет. И никто не будет падать в обморок. Ох, что случилось там Бахмут, взяли вот ещё соседнюю деревеньку, там целых два человека живёт. Но, с другой стороны, пока Рогатина стоит, зачем же её самим ломать? Это только вот так вот. А, Юля, раз уж вы упомянули Пригожина, очень хочется с вами его обсудить. В последнее время у всех, кто наблюдает за какими-то телодвижениями Пригожина, создаётся ощущение, что вся его вот эта вот напыщенность и весь его такой показной милитаризм, всё это не очень соответствует действительности. Он такой же влиятельный, начиная с его борьбы с Бегловым, которая не привела ни к чему, кроме каких-то смешных роликов на Ютубе, заканчивая вот этими позорными сообщениями о том, что ему заблокировали пропуска в ведомство. Что вы вообще думаете про положение Пригожина сейчас, как оно изменилось? И самое главное, что, по-вашему, ждёт его через полгода, через год, когда закончится война? Каким вы вообще видите будущее этого человека, если оно у него есть? Нет, ну, Фагнер оказался одноразовый. Я думаю, это был большой сюрприз для Пригожина, потому что тут же решался очень простой вопрос. Есть пушечное мясо. Российская армия воюет пушечным мясом, и в начале кампании, вернее, в начале наступления на Донбасс, когда стало ясно, что пушечного мяса нужно в большом количестве, а российские граждане могут выражать какое-то недовольство, тогда же ещё, даже помните, мобилизации не было, то в качестве пушечного мяса использовали ДНРовцев и ЛНРовцев, и выглядело это приблизительно так. Их там хватали в ополчение, когда они выходили в тапчиках за водой, например. И, скажем, в Северодонецке это выглядело так. Идёт российская регулярная часть, или наоборот, те ДНРовцы, которые воюют давно там, потому что другие люди в ДНР и ЛНР, там действительно зубры, которые 8 лет воевали, у них с военной точки зрения очень хорошие квалификации, они всё понимали. Они гонят впереди себя этих вот мобилизованных свачьих с улицы, те идут вперёд, они доходят до какого-то дома, в доме сидит, допустим, украинские солдаты, начинают по ним стрелять, ну просто потому что иначе понимают, что к ним зайдут в тыл. Соответственно, вне зависимости от того, ополченцы ведь остаются в живых или нет, все отходят, вызывают танк, приезжает танк, расстреливают этот дом в упор. Ну, конечно, после того, как появилась на поле битвы артиллерия, 777-я стала гораздо хуже, потому что танк-то приезжал, но кроме этого над полем битвы висел беспилотник, который засекал этот танк, и к нему прилетал снаряд. Ну, это так, в общем, понятно, что иногда все шло совершенно по-разному. Ну, и то же самое, собственно, было в Мариуполе. Их вот гоняли как живых щупов на разведку. А, соответственно, когда в тот момент появились все вагнеровцы на поле боя, это были, во-первых, профессиональные вагнеровцы, они как раз брали Папасную, это были не зэки, еще никаких зэков не было. Кстати говоря, они действительно были решающей силой, которая взяла Папасную, потому что, ну, вот те люди, которые в Папасной воевали, они были этим очень сильно впечатлены. Правда, надо сказать, что у них к этому времени не оставалось вообще ничего. Не то, что каких-то дживелинов, а у них минометов не оставалось, у них гранатометов не оставалось. И вот тогда это была немножко другая тактика, чем обычно применяла российская армия, потому что это приходили люди, которые сначала минометами выжигали все перед собой, а потом очень быстро вслед за ними наступала человеческая волна, причем очень профессиональная. Вот. Это было тогда в Папасной, и тогда это было очень, собственно, взятие Папасной, и привело к потом следующему штурму Северодонецка, и потом падению Лисичанской и так далее, и так далее. А после этого, когда, собственно, ДНРовцы и ЛНРовцы кончились, как я понимаю, как рассказывает Владимир Осечкин, Пригожин предложил Путину бизнес-проект, который был, кстати, очень такой, ну, очень правильно получался, если посчитать экономически. Было сказано примерно следующее. Ну, вот смотри, есть заключенный. Он на самом деле среднестатистически неисправим. Выйдет из тюрьмы, просидит еще 10 лет, кого-нибудь зарежет, опять попадет в тюрьму. Значит, 10 лет он будет стоить России столько-то миллионов. Ну, давай ему предложим 100 тысяч, там же его положим. И это была просто вот мясорубка, когда подвозили 50-60 человек новых, и к концу недели их не оставалось. Вот один из вагнеровских командиров, в который Осечкин сбежал, к Осечкину сбежал Медведев, кажется, он потом чуть-чуть поширил, в Норвегии, что ли, я не помню. Но он своеобразный человек, вагнеровский командир, этого все сказано. Вот он говорил, что так ему привозили, 50 человек в неделю, вот это всех тратил. И получалось, что всем прибыток. А теперь, как мы видим, то есть Пригожин-то думал, что он все это возьмет, и вот это принесет Путину на тарелочки. И еще Суровикин его союзник, и еще Кадыров его союзник, и вот он одолеет гигантскую большую структуру под названием российская армия. А оказалось, как там, помните, день дураков у Людовика XIII, когда Ришелье сначала отставили, а потом вернули. Вот это был такой день дураков, кадровые военные, гигантская структура. Они все равно выиграли, а Пригожина потратили. Да еще сейчас вот его пустили в распылку. Позвольте, дальше в нашем эфире тема, связанная с волной повесты, которую Россия охватила. И прежде чем мы с Жорой к ней перейдем, хочется у вас спросить этот вопрос напоследок. Как вы считаете, с чем это связано? Сейчас массовая раздача уже в 42 регионах России повесты, для срочной явки военкомат, как и было в случае с мобилизацией, прикрываются истории про сверку данных. Является ли это, на ваш взгляд, каким-то подтверждением, что готовится новая волна мобилизации, или это не подготовка, а уже непосредственно она сама и есть? Или может быть какое-то иное объяснение у вас есть на этот вопрос? Что сейчас происходит? Почему массово в России пошли повестки явка военкомат? А вот что происходит с теми людьми, мне самое интересное, которые получают эти повестки и приходят в военкомат? Что дальше-то происходит? То есть мы с вами ожидаем какой-то эскалации и наращивания российской мощи? И у меня нет ответа на это, Юлия Владимировна. Я, честно говоря, думаю, что это действительно какой-то набор нового, ну как бы это ужасно не звучало, пушечного мяса, исходя именно из логики российской власти, что им нужны еще руки, нужны еще люди, которых поставить нужно под оружие? Нет, смотрите, какое дело. Это главное. Я вот, если можно, скипну ответ на самый животрепещущий вопрос. Ну, во-первых, если вам пришла повестка, не ходите, пожалуйста, в военкомат. Это вот тут просто первое правило, да? Как это там у Зайца? Вы про анекдоти про Зайца не хочешь, вычеркиваем. Вот учтите, что эта машина, не только гигантская, но и очень неповоротливая, очень слепая, и она очень запросто просто может мимо вас пролететь. Но если можно, поскольку я сама в этой истории с повестком не до конца разобралась, я делаюсь общими правилами. А общие правила, общие проблемы таковы. Смотрите, Путин, да, собственно, генеральный штаб, понимают, что им нечего противопоставить к готовящемуся украинскому наступлению, кроме как пушечное мясо. Кроме они боятся, я думаю, совершенно справедливо, что нынешнее число мобиков это не остановит. Более того, у меня есть подозрение, вот профессор Валерий Соловей вчера у меня говорил то же самое, у меня есть подозрение, что генеральный штаб сейчас во время так называемого российского наступления намеренно саботировать приказы Путина именно для того, чтобы оставить солдат, останавливать украинское наступление, найти солдат просто не будет. Это с одной стороны. То есть, более того, долгосрочный план Путина заключается в том, что вот Запад устанет, перестанет поставлять оружие, у Украины окончатся солдаты, а вот тут они, российские солдаты, это так и есть. То есть, больше ресурсов, кроме прочного мяса, ядерного оружия Путина не осталось. Это с одной стороны. С другой стороны, у Путина есть фундаментальная проблема, которая заключается в том, что вот даже это у людей, которые взяты с гражданки, так просто во что-то одеть надо, во что-то обуть надо, накормить надо. Я уж не говорю о том, что желательно им дать в руки что-нибудь там, кроме винтовки Мосина. Вот способность, не говоря уже о том, что, ну, хорошо бы, неплохо пройти боевое слаживание, потому что вот несмотря на то, что в свое время украинское наступление останавливалось на Харьковском направлении, именно там просто мобиков, необученных, сразу кидали на фронт. Но это далеко не всех мобилизованных кидали на фронт, а часть мобилизованных, действительно, вернее, большая часть мобилизованных, она действительно проходила подготовку, хорошую или плохую, но подходила. И как раз на фронт начала пребывать вот этому нынешнему наступлению, которое идет, как мы видим, ни шатко, ни валко и совсем даже немалко. И, соответственно, фишка заключалась в том, что, насколько я знаю, насколько мне говорил Роман Светан, что у России сейчас ещё 100 тысяч человек, которые были тогда мобилизованы и до сих пор не обучены, то есть они болтаются, как вот это самое в проруби, потому что их уже и мобилизовали, и ещё не привезли в Украину, и даже ещё не обучили, просто потому что у Путина нету этой одёжки-картошки. Соответственно, вот между этими двумя... Вот эта уловка 22. И более того, да, я просто напомню вам тогда ещё одну простую логику, простую цифирь. Она заключалась в том, что Путин нападал на Украину, у него было приблизительно 200 тысяч человек войска. А у Украины тогда было значительно меньше, солдат, около 60 тысяч, потому что, естественно, не была мобилизация военная проведена. И это нормальное соотношение нападавших с защищающимся один к трём. Сейчас у Украины армия больше 500 тысяч. И это значит, что Путину, ну просто чтобы для нормального наступления, нужно полтора миллиона. А чтобы взять эти полтора миллиона, произойдёт две вещи. Если он будет их брать, то, во-первых, будет серьёзное недовольство избирателя. Ну, тьфу, в России нет избирателя, но серьёзное недовольство подданных. И Путин вынужден с этим считаться. Судя по всему, вот эти опросы общественного мнения тоже всё это задерживают. А во-вторых, как я уже сказала, их не на чём готовить. То есть, вот, бардак с одним словом. Спасибо вам большое. Ловушка 20. Юля Латынина, журналист, была в эфире «Популярные политики». Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Продолжение следует...